А вы знали, что закрытие влаги это не самый важный этап при подготовке к посевной на полях? Ну как так? Скажут агрономы. Настала весна, пора бароновать, пора закрывать влагу, чтоб у нас все осталось в полях, чтоб был хороший урожай. Вперед по машинам, в поля, товарищи! Конечно, закрытие влаги это очень важная процедура весной. И все хозяйства его проводят 100%. Но и зима тоже должна работать на урожай. Поэтому в это время проводят очень важный этап. Задержание снега на полях и защита его от выдувания ветрами. А по-простому снегозадержание. Это агроприем, который, к сожалению, уже начинают забывать. И сегодня я расскажу про основную цель данного мероприятия, какую технику использовать, когда и вообще какой смысл и какая цель всего этого снегозадержания. Меня зовут Артем, с вами компания Система. Приятного просмотра! Основная цель снегозадержания понятна из названия. Накопить больше снега на поле. Весной этот снег даст больше влаги, которая уйдет в землю и будет дольше и лучше насыщать новые посевы, что увеличит урожайность. И вот как раз таки, чтобы эта вся влага не испарялась, применяют закрытие влаги, используют различные бороны. Про само закрытие влаги у нас есть большое видео. Сейчас вот здесь появится подсказка, ссылочка. Можете перейти и посмотреть этот материал. И да, к весне советую готовиться заранее. А вот в этом углу есть бесплатный номер. Также здесь есть WhatsApp. Звоните, пишите. Мы с удовольствием вам подберем любое орудие для закрытия влаги. Бороны зубовые, бороны пружинные. Всегда есть на складе. Кроме того, подберем под эти орудия любой трактор. От МТЗ-82 до К-700. Доставим до вашего адреса. Обращайтесь. Как лучше проводить снегозадержание и что для этого использовать? Вначале немного физики. Все мы знаем, что на открытых площадях ветер всегда дует сильнее, чем возле построек, оврагов, деревьев и так далее. То есть, когда на пути ветра есть какое-либо препятствие, то возникают зоны, где происходит завихрение, и скорость потоков ветра падает. Как раз таки в таких местах снег и оседает. Соответственно, если мы возьмем, ну такое, скажем, импровизированное поле, конечно, снег здесь будет. Но его количество и количество осадков будет здесь гораздо ниже, нежели мы использовали снегозадержание. Весь ветер просто будет сдувать снег. Значит, чтобы накопить больше снега на поле, нужно создавать препятствия. Как это сделать? Один из способов – это создание лесополосы. Все это видели. Особенно вдоль дорог идут насаждения деревьев. Они защищают автомобилистов от резких потоков воздуха, от осадков. Ну и не дают ветрам гулять по полям. Но такой способ подходит далеко не всем. Так как, если мы опять-таки берем наше импровизированное поле, если оно у вас небольшое, и лесополосы по всему периметру поля, то в принципе эти деревья могут вас спасти. Но если мы говорим про существенные объемы, про большие поля, про тысячи гектар, где расстояние между деревьями несколько километров, то все эти лесополосы и деревья, они просто вам никак не помогут. И тем более сейчас идет борьба за каждую сотку, за каждый гектар поля, и все деревья от мала до велика удаляются для увеличения посевных площадей. Кстати, для этих целей у нас всегда есть мульчеры в наличии, для расчистки территорий от леса, а для удаления пней и корней есть ротоваторы. В общем, всегда в наличии есть техника, для возврата полей все вооборот, на канале есть тематические видео, смотрите, вопросы, заказы, вот сюда. Итак, лесополосы не подходят, поэтому нам нужно создать искусственные неровности на поле для задержания снега. Умельцы, чтобы экономить, делают различные препятствия из подручных средств, строят мини-заборы, ставят палеты и так далее. Но лучше все-таки использовать профессиональную технику снегопахи. На простом языке это снежный плуг. Эти орудия создают снежные валы, на поле ветер не гуляет, и это приводит к накоплению большого количества снега, чем если бы таких валков не было. Их модификации есть разные, названия тоже разные, но цель у всех одна. Создать снежный валок, чтобы ветер не раздувал снег. Но мы всегда предлагаем только один вид. Снегопах-волкователь широкозахватный. Он состоит из переднего клина и задних формирователей валков, которые вешаются на стандартную трехточку трактора. Почему именно такой? Ну, простая конструкция, обслуживать легко, ломаться там в принципе нечему. Хорошая ширина захвата от 7 до 10 метров. За один проход он делает до 4 валков высотой 80 сантиметров. И вам не надо будет весь день мотаться по полю туда-сюда. Всю работу вы сделаете очень быстро. Плюс заднюю часть можно быстренько снять, и у вас остается только передний клиновидный отвал, который можно использовать для расчисток дорог от снега. И покупая у нас такой снежный плуг, вы получаете сразу два агрегата. Непосредственно сам снегопах-волкователь для снегозадержания, и дополнительно у вас будет отвал для расчисток дорог от снега. Единственный минус. Для правильной работы снегопаха нужно использовать мощный трактор по типу К-700. И в не каждом хозяйстве, в общем, не у каждого человека такой найдется. А у нас, кстати, есть такие трактора, полностью откапиталенные, с новыми двигателями. Есть обзор на нашем канале. Видео называется «Как восстановить К-700 до идеала». Кому интересно, ссылку оставлю в описании. Если есть желание купить, пожалуйста, номера указаны. Итак, трактор вы купили, снегопах мы вам привезли. Когда уже можно выезжать в поле? Чтобы использовать снегозадержатели, нужно соблюдать некоторые условия. Ничего не получится, если снега на поле мало. Но это логично, его просто не хватит для волков. Работы должны выполняться во время оттепелей или при слабых морозах, когда снег будет лучше уплотняться в волках. Также следует учитывать особенности рельефа и направления ветра. Ну а если вам повезло и на вашем поле толщина снега составляет 50 сантиметров, то снегозадержание и вовсе проводить не стоит, так как весной талых вод будет слишком много и они просто все смоют. А если у вас азимы посеяны, то снегозадержание лучше использовать прикатыванием, чтобы не оголять все ваши посевы. И после всех этих манипуляций прибавка урожая от применения снегозадержания составит На посевах азимы пшеницы 5,6 центнера на гектар, яровая пшеница прибавила 3,5 центнера на гектар, подсолнечник 6 центнеров на гектар. Плюсы очевидны. Но, как всегда, есть один минус. И скорее даже не минус, а такой, скажем, нюанс. Так как сейчас у всех поля переуплотнены, мы все используем колесные трактора, которые сильно давят на почву, оставляют колею, то талая вода просто не успевает впитаться, стекает по полю, оставляя русло. И вся работа по снегозадержанию просто невыгодна. И многие отказываются от этого. В таком случае мы рекомендуем каждую осень использовать глубокую вспашку, то есть пахать землю глубокорыхлителем на 30-40 сантиметров. С помощью такого инструмента облегчается проникновение в почву воды и воздуха. Такие агрегаты у нас всегда на складе, под разную мощность трактора, для покупки глубокорыхлителя номер указан. Да и вообще, глубокую вспашку нужно проводить регулярно. Поэтому обращайтесь, всегда поможем. Итак, подытожим. Конечно, зимнее снегозадержание это лишь одна из мер по улучшению плодородия почвы. Но она не менее важна, чем глубокая вспашка, закрытие влаги весной, соблюдение сроков посевов, уничтожение сорняков. И не зря наши предки из Советского Союза использовали снегозадержание на всех полях и закрывали пятилетку за три года. Была даже целая наука. Использовали погодные календари, лозунги, сто дней зимы, сто дней влаги. Наверное, они все-таки что-то знали. Поэтому, если вы также хотите увеличить вашу урожайность, сохранить влагу в ваших полях, грамотно, быстро, вовремя закрыть влагу, использовать правильные профессиональные агрегаты и орудия, пожалуйста, обращайтесь к нам в компанию Система. Номер здесь указан, бесплатный. Также есть WhatsApp. Все данные, все номера будут в комментариях, в описании. Все будут ссылочки там внизу под видео. Ну а с вами был Артем и компания Система. Всем пока!